Моя жена работает в энергетической компании и видит рыночную цену на топливо и электроэнергию. Мы получаем невероятно завышенные счета, которые раньше никогда не получали. Причина этому — наш конфликт с Россией и ограничение на импорт энергоресурсов. Я считаю, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, наше правительство должно вернуть в работу атомные станции, которые были остановлены. На данный момент это единственное решение, которое хоть как-то спасет наш энергетический рынок. Я думаю, что прекращение взаимодействия с Россией и запрет на закупки ископаемого топлива не было хорошей идеей. Экономические санкции — худшее, что мы могли сделать. Также мы очень надеялись на зеленые, возобновляемые виды топлива. Но это будущее так и осталось далекой перспективой. Для нас оплата счетов является серьезной проблемой. Мы из Британии. У нас очень много граждан с очень маленьким доходом. По сравнению с другими европейскими странами у нас огромный финансовый кризис. И если подумать о самых бедных людях в Британии, то они не смогут пережить увеличение ценной энергоресурсы. Британское правительство анонсировало пакет поддержки для всех бджетанцев, чтобы сдержать цены на газ. Но они все равно превышают в два раза те цены, которые были до начала специальной операции. Поэтому многие люди продолжают страдать. Счет за электричество за средний дом составляет 2500 фунтов в год, а раньше стоил примерно вдвое меньше. Это средняя цена. Энергокризис затронул все сферы жизни. Это транспорт, производство, все. Мы наделали много ошибок в нашей энергетической политике. Вы знаете, мы были очень сильны в этом направлении. Например, когда-то Франция была ведущим производителем и экспортером электроэнергии. Теперь мы должны ее покупать в 20 раз дороже, потому что мы закрыли все атомные электростанции. Я считаю, что это была огромная ошибка французских президентов за последние 15 лет. И это также одна из причин, почему энергоресурсы стоят так дорого во Франции, чего не было ни 20, ни 15 лет назад. И, конечно, конфликт в Украине — одна из причин, но далеко не главная. Цены на все выросли на 10%. А если говорить об электричестве и газе, то их стоимость подскочила в 3-4 раза. Это невероятно высокая цена. Эта ситуация может привести к масштабным протестам во Франции. Ведь у нас богатая история революций, которая показала, что недовольное и ущемленное население — это опасная сила.